Они пытали ее. И сверки. Финил сидел рядом со мной, в лыжи своей собственной сухой черной крови, и видела прикованную к стулу напротив меня. Над нами свисала она лампочка, жутко мерцая. Наше место расположения чуть меньше пары футов оттуда, где я стояла, до того, как один из них засадил капотом по голове. Мы были в центре платформы, возвышающейся над всеми лазейками, где располагались все управляющие очаги и кнопки. Как долго я был в отключке? Меньше пары минут. Тем не менее, ударовало достаточно мощно, чтобы парализовать меня. Мы были обе связаны, связаны с серебряными цепями, что убивались в нашу плоть. Я старался изо всех сил. Я пытался трансформироваться. Если бы я был в своем обличии великана, я бы вырвался из бут. Но эти цепи, они мешают мне. Я сделал правильный выбор. Никто не мог сказать мне обратное. И не ушла по тоникой грани между жизнью и смертью. Я спасла ее. Это факт. Не полуложь, не что-то иное, что бы заставило меня что-то из себя лучше. По крайней мере, на данный момент я смог бы обратить их внимание на себя. Достаточно было лишь бегово взгляда на Веню, чтобы меня поглотил импульс слепой ярости. У меня не нашлось слов, чтобы описать серебряную кобылу вреди меня. Я зрел на них, словно чудовище. И ты называешь это ударом, и у копыта попала по моющике. Моя мама пил сильнее, чем ты. Ферестик стоял до реки, напрягиваясь за нами из тени. — Веню? — выкликнула я. Она не двигалась. — Она тебя не слышит. Она без сознания. По крайней мере, она была жива. Хотя, судя по ее состоянию, ненадолго. Ты называешь монстрами нас, при этом делаешь это. Ирония в самой своей высшей форме, сплюнул я. Она вышла из тени. На ее лице вновь возникла та самая уверенная ухвылка. — Монстр? Ты даже не понимаешь саму суть бытия монстра. Вы — чудовище, и это факт. — Это так? — Сервер Старр. Этот красивый жеребец, что ты видишь перед собой, лежит за своего маленького брата из вампира, который поддался своей жажде крови. Мне стоит продолжить. — Мои соборезнования. — Монстр сказал Сервер Старру. — За это мне влетел хороший удар по лицу. Это все равно ничего не оправдывает. Цель оправдывает средства. Это же банальная цитатка, которую используют те, кто занимается самым обманом, веря в это. — В то время, как мало кто одобрил мои методы, вы будете удивлены, увидев, сколько же со мной согласилось. — Сказал Сервер Старик. — Я стараюсь превратить эти квесты в лучшее место, избавляясь от вашего рода. Я внезапно ударил из писту смеха. — Это все так интересно! Она прищуялась. — Поясни. — Я все еще ничего о тебе не знаю. Я не знаю, кто ты. И, откровенно говоря, мне пофиг. Но это интересно, не так ли? — Что именно? Я сгуднул, протещая горло. — Это просто смешно. Только и всего. Мы, двое, пытаемся погубить друг друга. Причинить друг другу вред. И это просто странно. Мы едва ли знакомы друг с другом. Ты полагаешь, что мне нужно знать пони перед тем, как убить их? На протяжении всей этой слезной перепалки другие серебры, шкуры и коллеги так и не провели ни слова. — Твоих родителей убил легкан. Это правда? — спросил я. — Возможно, мы никогда не узнаем правду. Но прямо сейчас я была уверена, что развить ее еще сильнее — это отличная идея. — Ты жила в контролосском детском доме, пока тебе не стало шестнадцать. — Чего ты хочешь? — Нитя переводгрызнулась она. — Ничего. Я просто пытаюсь подтвердить все, что я теперь узнала. Только и всего. По большому счету, серверстайк в осенью была своего рода сбрендившим гением. К черту, она на самом деле была сбрендившей. Но она была всего лишь пони, такой же, как я ее винил. Единственное, чем отличалось, это наличие у нее силы других пони под ней, деньгами и целью. Ни один пони не заслуживает, чтобы родители постигла такая участь. Тихо сказал я. — Даже ты. Я не могу представить, каково это. Я заглянул в холодную глаза серверстайк. Мне очень жаль. И ты думаешь, это что-либо меняет? Ты думаешь, это их вернет? Она подняла копыта, замахнувшись у удара. Не ударила меня. Стала бесполезной. Они создать так легко, даже если намерения за ними не являются истинными. Сервис страйк прищуриваясь. Ты меня не знаешь. Не иди себе, будто это не так. Это нехорошо. Она собирается это прекратить. Но я знаю, что вы планируете сделать совсем не купленным серебром, крикнул я. О, да. Совершенно гениальный план. Отравление воды серебром. Быстрый и безболезненный способ это сделать, я полагаю. В следующий раз сообщай о своих покупках. Сервис страйк остановился, повернувшись. Ты на самом деле смотрела на мои банковские счета? Я впечатлена. Ты удивишься, когда узнаешь, что же можно извлечь лишь глядя на то, какие вещи покупает один пони, парировал я. Можно понять, скромен он и экономен, или честный и материалистичен, и почему же о секвестре до сих пор с ним болтаю. Тогда я сорвал ее план. Держи в разговоре. Это умно. Ты очень умна сама по себе. Спасибо. Сервис страйк закончил в этот момент еще один удар в мою челюсть. Получив удар, я поразминал свою челюсть, проверяя, могу ли я все еще ей двигать. Ау. Это-то и меня тревожит. Что? Занитрингованно спросила я. Ты слишком умна. Я не рассмеялась. Ну, явно недостаточно умна, судя по тому, как я пришел сюда совершенно одна. С моей точки обзора, обращенной ко входу в центр пропорки воды, я заметил тень, шмыгнувшую за массивную сумму грязи на окне склада. Обман зрения? Нет, вспыкнула она. Нет? Ну, я сижу тут, не так ли? Ты слишком умна, чтобы просто прийти сюда. Винил, да, она бы сделала что-то подобное. Сервис страйк заключил. Но не ты. Возможно, Винил на меня повлияло. Я думаю, ты узнаешь, что у меня есть последователи. Нет немалейшего шанса, что вы сможете победить нас всех. Ага. Я никогда не спрашивал ее, сколько у нее было вооруженных до зубов пони. Она рассказывала мне это. Почему? Она нервничала. Она знала, что у меня есть план. Она просто не знала, какой. Время двигаться дальше. выхвынула Сервис страйк. Слова могут быть бесполезны, но слова также имеют силу. Вынесли стол. На столе была видеокамера с крутящейся катушкой или пленкой. Они записывали нас. Сказали точнее, Винил с крич. О, Винил с крич. Попел Сервис страйк. Время вставать. Когда Винил не ответила, она сильно ударила ее. Вместо дависти моей силы и воли, чтобы не пустить пены изо рта. К моему восторгу, Винил пошевелилась. Она сдогнула. Винил! Выкрикнула я. Моего голоса было достаточно, чтобы сдать ее открыть глаза. Вместо того, чтобы запомнить ее вовлечением, ее глаза были полны страха. Нет, сказала Винил. О, нет, 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 нет. Винил устроил нам еще ту сбучку, когда мы ее нашли, выяснил Сервис страйк. Сняла троих моих лучших бойцов. Что ты тут делаешь? И Винил зашипел на меня. Теперь, Винил, покажи-ка и квесты, эти сын милые квики. Скажи контролоту, кто действительно стоял за всеми этими взрывами? Когда Винил плюнула на нее, она сделала подперед и схватила из-за гривы, как потянув. Смотри в камеру и говори. Заставь меня, прорычала Винил, глядя прямо на проектор. Она получила удар по голове. Почему ты всегда усложняешь вещи? Вздохнула Сервис страйк. Ты хочешь по-плохому? Тебе будь по-плохому. Давай. Мы испугались все, ты видишь, пояснил не Сервис страйк. Мы избили ее, заставили ее стекать кровью. Моя кровь уже скипала в венах. Но Винил попросту не отвечала нам. Я молчала. Но, Винил, я обещаю оставить их друзей в покое. Шла ли к нам кавалерия? Его как изгнуло на окна. Ничего. Ты лжешь еще хуже, чем Эппо Джек, Сервис страйк, сказал Винил. Ты будешь преследовать всех, добавил я. Ты собираешься отравить всех всех естественных... Ты собираешься отравить всех сверхъестественных существ Эквестерей с помощью всего этого серебра? Я взгоднула. Ты счастлива? Вопрос, казалось, привозил ее. Что? Ты победила. Волгала я. Ты совершила свое съездие над нами. Над теми, кто тут их идей. Ты довольна? Болтай. Пора продолжай болтать. Они уже в пути. Что за... Нелепый вопрос. Разумеется, я счастлива. Я просто в восторге. Воскликнула она. Почему же ты тогда продолжаешь мучить винил? О, а ты бы попросила, чтобы я мучил тебя? Она вздохнула. Мне нужны признания. Пони нуждаются доказать существование монстров, носящих Эквестерию. Тебе просто нужен кто-то, на кого ты это все свалишь. Не так ли? Все эти взрывы. Как только они узнают, кто за этим всем стоял, я представлю, как вся Эквестерия будет петь под одну и ту же дудку. Итак, признание. И все? Спросил я. Ты тратишь мое время. Это была точка. Хорошо. Я скажу это. Нет. Нет? Я хочу, чтобы это сделала винил, сказала она по-детски. Я хочу, чтобы она знала, каково это страдать. С тобой у меня нет никаких личных щитов. Ты сегодня члены Апонии, которые я использовал, чтобы до нее добраться. Ее логической хваке был резак. И винил не заговорит просто так. Но я уверена, что если я всеком разболтаю с помощью нашего нового козыря, я обнаружил, что Лиза бежал к моему курлу. Нет. Выгрыкнула винил. Не причиняй боли. Я... Я скажу это. Нет. Ты не сделаешь этого. Ты это скажешь, и она выиграет винил. Я трахнул головой в сторону Сири, будто бы бросая ей вызов. Резак спустился ниже моей шеи. Кончик ножа вжал в свое плечо, проливая немного крови. Прекрати это. Молчи, винил. Зайскнула я. Ты скажешь это, я никогда тебя не прощу. Лиза рванулась вниз. Я звыла. Октавия, заткнись. Баришь меня снова. Сделай это. Закричала я. Давай же. Кончик впился не в грудь и дернулся вниз. Я начал терять зрение, рассудок и кровь. Это было в миллиардах схоже, чем порезать бумаги. В моей груди были две длинные раны. Откуда случилась темная жидкость. Все больше и больше. Сири Стейк давала еще одну. Я не наижу порезать бумаги. Я бы сошла с ума. И бессвязно береги у себя в голове. Порезать бумаги отстой. Но знаете, порез на языке еще позже отстой. Виню что-то кричала. Я ее не слышала. Зимние пони должны попробовать на вкус все виды ужасных вещей. Например, бумагу. Именно тогда мы режем наши языки. Я обмякла, не двигаясь. У Акти. Спросил напуганный голос Виню. Я не ответила. Не смогла. Акти, пожалуйста. Подшевелись. Ты ведь не... Не придуривайся. Октавия. Мое зрение опустилось в темноту. Новый слух остался при мне. И я могла услышать приглушенное дыхание Виню и яростный вопль. И еще один крик отчаяния. Ее голос превратился в дикое, хриплое величание. С потерей она снова закричала. Она не выкрикивала слова. Это был вопль несчастья. Страдания. И чистой ненависти. Теперь ты видишь, что ты наделала? Пошептала себе Стайк. Виню не ответила. Вместо этого она сказала кое-что другое. Когда я обнаружила, что ты меня используешь, Стайк, я была зла. Тихо сказала Виню. Ее голос был текуч и спокоен. Я едва не могла дышать. Я была вне себя от ярости. Я была готова быть иной моей жертвой. После того, как ты сдал моих друзей. Я хотел выжить и стоять его всю кровь. Моя грудь болела. Тесное чувство. Казалось, будто мои легкие были расставлены. Возвращение был гнилой запах. Металлические и горькие. Вода была отравлена серебряной пылью с ювелирных изделий. Но теперь ты причинила боль Октавии. И это... Она распахнула глаза. Это просто непростительно. И на этот раз тебе ничего не останется. После того, как я с тобой разделаюсь. Задыхаешься с хрип. И теперь, когда ее... Больше не стало. Я была на грани смерти. Но еще не умерла. Я не могла ничего сказать. Я хотел закричать, что еще была жива. Мое дыхание было настолько спертом. Что я даже не выдавал ни звука. Я просто перестал двигаться. Ничто меня не остановит. Прозвучал выставок ревневого ружья. Другие члены серебряных подков Залежали свои пистолеты. Взрыв магической энергии Прокатился волной по складу. Стеклянные окна взорвались. Раскидывая оста и осколки повсюду. Серебряных сбежала так быстро, Как только могла. Подгоняемая своей яростью, Винни вывелся из ее цепей. Серебряных сделала выпад в ее сторону. Она вернулась и пригласила его к земле. Туда, откуда я смогу видеть жестокость в ее глазах. Когда она душила его. Ее глаза намерно остановились на глазах серебряных. Даже тогда, когда ее копыта были сомкнуты, Лококовы шеи, Мирно ломая его горло сильнее и сильнее, Ее красные глаза ни на миг не переставали смотреть в его. До тех пор, пока они не встретились с моими. Именно тогда, когда я ожидал услышать Омерзительный хруст шеи севера стара, Она отпустила его. Она плакала, Развая моя ковы. Я рухнула на бок, Учащенная дыша. Виню действительно плакала. Ты жива? Да. Я охнула. Ненадолго. Снаружи прогремело еще больше выстрелов, Наряду с встречанием ликанов и вампиров, Как и не порой спротив серебряных подков. Это был тягомотный, болезненный процесс, Пока Виню потащила нас обоих, Вместе через нижний полет метрических лестниц, На главный пудем, К тем двумя дверям, через которые я вошла. Взрыв покоримел на улице, Слайдой из петель. Мы обе болезненно упали. Огненный столб опалил наши шкуры. Я сошепил от боли. Виню застонало, пытаясь забрать нас обоих. Виню застонало, пытаясь забрать нас обоих. Скрип. Лесочный путь, на котором мы стояли, Вот тут рухнет. Вот проклятие! Виню рванулась, И силы кинула меня на безопасное расстояние, Когда он обрушился. Она схватилась за край. Вытащи меня! Вытащи меня! Завяжала она. Из-за какого-то небольшого выброса треталина, Скорее всего, Митил пыталась спасти себя. Я вытащила на платформу. Она перекрутилась на спину, Одновременно смеясь. Я верно поднялась, Мирно выбираясь на улицу, Где происходило действо. Все фони были там. Хойте-тойте. Фотофиниш. Даже флёрный лист надирала несколько крупов. Принцесса Луна также явилась с 11-х ночных стажей, Облачённой под гонящую броню. И леканы, и вампиры, и феи. А вот и сообща. Команда леканов. Команда вампиров. ВСОСИТЕ В тот момент, когда мое тело попало под свет полной луны, Я уже чувствовал, как эффект от него начинает обновлять мое тело, покалывая. Я начал превращаться, и вот. Перед моими глазами раны на груди затянулись. Тем не менее, верно останутся шарамы. Было похоже, что кто-то оттанцовал чечётку у меня на груди. ОКТИ ВИНЮ Мама Я наблюдала за заедением семьи, и мои глаза намокли. Дорогая, ты должна ухти в безопасность. Сейчас же. Скомандал фунт на финиш. Нет. Сири-стайк улизнёт. ВИНЮ, милая, тебе нужна кровь. Бей из меня. Завойно предложила я. ОКТИ ВИНЮ, заткнись. Когда она отказалась, я заключил её в объятия, подталкивая голову вниз. Укуси меня. Она возила зуб в мою шею. Это было похоже на банальное сжатие горла. Лучше? Чувствую лучше. О, милая. У меня тут один прямой вов зажат. Позвал хоть кто-то идти. Ах, да. Иду, дорогой. Входу я финиш и спустил угрожащий боевой клич, когда помчалась на врага. ВИНЮ ухмыльнулась. Я помогал ей ковырять, пока мы пересекали улицу, выворачиваясь от пулей, свистечек над нашими головами. Полей оболели искрами наши копыта, когда они ударяли в землю. Блин, прям как на войне. Принцесса? Привет, Октавия. Разве это не захватывающе? Мы так давно не устраивали битв. Принцесса? Я вздыхалась. Вода. Они отравили воду. Она топнула копытом. Варвары. Не волнуйся. Мы об этом позаботимся. Сейчас мы должны преследовать сервер-страйк. Мы даже не знаем, куда она пошла, сказал Виню. Единственный путь отсюда, это через вход. Как по сигналу, карета, запряженная с самыми мускулистыми же яйцами, что я когда-либо видела, подъехала к нам, стуча по булыжному тротуару. Фэнси Пэнс в вожжах, словно рыться в свящих доспехах. Фэнси Пэнс, зарезайте! Мужественно воскликнул Жендель Пони. Я лопнулась с табликом в копыдах, обнажая зубы. Виню прыгнул вовнутрь, высовывая голову из окна, когда жеребцы пришли на голубь. Мы двигались дальше по дороге, отстреливаясь направо и налево. «Сюда!» — указала Виню. Северный страйк улучшалась по дороге из Конторолской окраины в главную часть города. Фэнси Пэнс подогнал жеребцов. Мы рассчитывали на них. Мы узкую напряглись, как только мы стали ходить бок о бок. Жеребцы Фэнси Пэнса подрезали карету Сильверстрайк. Они подрезали нас. Карета качнулась. Время сравнять счет. «Что ты творишь?» «Октавия, ты сошла с ума?» «Немного», — ответил я. Мои ноги согнулись, и я выпрыгнул со своего сидения, скаракиваясь на карету Сильверстрайк. Моего веса было достаточно, чтобы сбить ее с баланса, когда я сходила за край. Она перевернулась. Серебряные жеребцы на полной скорости отделились от кареты, что врезалось в столб. Сильверстрайк и я были отправлены в полет. Я больно приземлилась прямо на спину. Сильверстрайк, слон окошка, сохранила баланс, приближиваясь на четыре копыта. Жеребцы должны были разбираться с Синью. Это оставило лишь меня и Сильвер. Я зарычала, молния носа, вернувшись вперед, для того, чтобы сбить ее с копыт. По крайней мере, я пыталась сбить ее. Она ловко перевернулась на спину, когда я схватил ее и скидывал меня прочь. Мои когти впили землю, когда я попыталась восстановить равновесие. Сильверстрайк ухмыльнулась, ставя в пузо полной готовности борьбы со мной. Мое единственное преимущество была моя лучшая форма. Все, что мне она давала, это сила, скорость и рефлексы. Но ничего из этого было достаточно, если я не знал, как драться. Я знаю, мне следовало брать руки карте. Сильверстрайк была гораздо антренированнее своих миньонов. Я дико помчалась на нее, махая и ударяя ее своими когтями со всех сторон. Она перегибалась, отпрыгивала и уворачивалась. Даже во время атаки напрямую, она на спине скользнула под мой живот, ударяя меня снизу своими копытами. Несмотря на заречивание, разы в моей груди все еще болели. Этого было достаточно, чтобы выбить меня из колеи. Этого было достаточно, чтобы выбить меня из колеи. Хватит, пора закончить с этим. Я увидел, что она держала особенный предстоятель в своей магической хватке, отличное от оружия ее товарищей. И был сделан полностью из металла, с речной гравировкой. Вместо одной пули в этот барабан вмещалась часть. Она взяла курок и выстрелила меня. Пуля ушла в сторону, заставив меня бежать и уклоняться. Улицы контрроту были узенькими и не имели никаких звуков, в которых можно было шмыгнуть. Негде спрятаться. Она взяла курок и вновь выстрелила. Пуля попала в окно. Третья отправила скоб искорками копытом. Щелетная вырезала стену, по стене моей головы. Веряя, перегибаясь, я помчилась первой на нее. Пятая попала прямо в мое плечо. Тем не менее, даже в своей форме я чувствовал, что у меня прострелили. Это чувство было сроднее, если бы кто-то привязал кулоду к моему копыту. Да, действительно. Так или иначе, я подалась вперед, будто пьяная кобыла. Холодный ствол был пришат в моей голове. Сиристрайка взяла курок. Последний выстрел. Я могла видеть эту серебряную пуль в стволе. Русковой крючок был нажат. Мир взорвался. На самом деле, я полагаю, это была моя право ушная перепонка. Виня устрогнула Сиристрайка с копытом, сбив ее магию. Однако пистолет был к моему правому уху. Боюсь за очень высокий писк. Они были тут на другие перекаты, я вздобавал удары. Виня была в выигрыше и убивала духа Сиристрайка, держа ее за гриву. Каждый удар застал ее череп соприкасаться с асфальтом. Виню, не надо. Она прорычала. Нет, Октавия. Просто не стоит. Ты знаешь, что я ненавижу. Когда ты читаешь историю о ком-то, кто уходит на поиски своей мести и убивает всех на своем пути. Прохребила Виню, все еще двое Сиристрайка вниз. А потом в конце этой тупой книги он находит того, кого хотел убить. И затем они вырубают свою тупую. Я выше этого, поэтому я не убью тебя, фигню. Виню, что в этом такого-то? Лишь Виню Скрэч может найти синий момент, идеальный для врачения о литературе. Виню, ты убьешь ее сейчас, указал ее. И ты подтвердишь все то, что она пыталась сказать. Мне попик. У нее даже нету видео, чтобы что-либо подтвердить. Она получает по заслугам. Она победит, если ты ее убьешь. Это то, чего она хочет. Я подошла к Виню, говоря мягко. Поручи ты, принцессе. Она получит по заслугам в тюрьме. Она не заслуживает тюрьмы. И Виню давила копытом ее шею, угрожая ее счастью. Все, что было нужно, это же немного веса. Ее шея сломается. Ты не убийца, Виню. Ты никого еще не убила. Но она, конечно, выпила потраха из ноги в пони. Не начинай. Она пустила на меня. А затем опустила взгляд на серверстрайк. Посмотри на нее, Виню. Мне, если ты не выход. Она ничего не оставляет за собой. Виню отпрянула. Черт возьми. Серверстрайк раскатывается, смеялась. Хохоча, как безумная кобыла. Ты знаешь, я выберусь. Тебя лучше убить меня сейчас. И Виню зарычала, давая серверстрайк копытом. Нет! Выкрикнула я. Развас от тошнотворных хруст костей. Ты выберешься. Выберешься, хромая. Серверстрайка кричала, схватив за сломанную ногу. И Виню подошла ко мне. И потянула за собой. У тебя кровь. Сука сказала она, прижимая кобыто к моему плечу. Всего лишь рано. Прошла насквозь. Хорошо. Ты могла бы умереть. Может быть. Нам нужно пойти в больницу. Эй! Я остановил ее. Соткнись. Мы обе начали выходить от огненных обломков. Оставляя все разрушения и серверстрайк позади. Фэнси Пэнс мог с ней справиться. Луна очистит весь этот хаос к даташнему дню. И прикроет все это хорошей историей. Если бы она пожелала. Я уверена. Она могла сделать все так, будто бы тут работал отряд колонов из цирка. Давай, Окти. Пошли домой. Можно было подумать, что серверстрайк обменят заговори или попытки убийства по меньшей мере сотни пони. И знаете, за что же ее судили? Нелегальный сбыт оружия, срычатки и загрязнение водных запасов. Сотой квестерей, не склоняющейся в ее сторону. Моментально был подписан документ, возбраняющий любую торговлю наружу с грифонскими нациями. И была издана речь, опускающая авторитет на черном рынке. Серебряные подковы искупали целые ящики пистолетов и серебряных пуль, только для серверстрайк. И так, в течение целого дня, вся вода в контролоте фильтровалась и очищалась от серебряной пыли. Это было едва ли проблемой, судя по тому, что знать из светской Японии все давно предпочитали чай. Позже, после того, как все сверхпони сочли 250% серебра в воде, достаточной для этой тайного исхода, они выяснили, что этого серебра хватило бы, чтобы нести вред любому пони, не говоря об ущербе колоке. Винни посоветовала принцессе Луне устроить экзекуцию, но четко отказалась, понимая, что это стало незаконным еще три века назад. Более того, Луна опустилась и дали дело серверстрайк, так и не удовлетворив наше любопытство. Единственное, что нам гарантировали, серверстрайк будет заперти, отбывая свое наказание еще очень-очень долго. Что касалось других членов серебряных подков, их все сгорели за содействием. Мне было просто наблевать на то, что с ними случится. Принцессе Луне удалось себе обыграть так, что серебряные подковы были настоящей эко-террористической организацией, направляющейся свои действия на то, чтобы нести вред окружающей среде. Поверьте мне, я самого впечатлена тем, как их удалось себе доскрутить. Луна и ее ночные стражи выводились спасти положение без упоминания о внутреннем круге. Было тяжело вернуть в жизнь некое подобие нормальности. Подчеркиваю, подобие. Я больше не волновался о повернутых на геноциде пони, охотившись за моей кровью. Но волк внутри меня не был так спокоен. Желание оборвать концы и предать себя своему внутреннему зверю порой было сильным. Я осознала, что если бы я запрелывал внутри моей души, оно оборвалось на волю еще сильнее. Казалось, я лусью не заключалась ни мера. В то время, пройденное в моем подсознании, когда я разговаривал с своим внутренним волком, было нужно лишь для того, чтобы отреть мне немного спокойствия, дабы я уладила все свои проблемы в личной жизни. Волк внутри меня вернулся и остался, вечно просящий выйти поиграть. Когда-нибудь настанет день, и я найду с ним компромисс. Но сейчас, как и тогда, казалось, что спор был разрешен. Моя агрессия значительно понизилась, хотя я могла в своем случае сказать, что стало гораздо напористей и даже слегка отважней и нахальней. Я быстро узнал, что было намного больше минусов быть ликаном. Блохи. Ох, селести милостивая, блохи, кошки и сопозняющий запах добычи. Мы заработали свой счастливый конец. Я еще не знаю какой, но... Все равно, не было никаких слов, никаких слезливых прощаний или прочих элементов мелодрамы. В один день декабря, Виню просто сказала. Я отлучусь ненадолго. Хорошо. Отлучусь, как уеду и не буду возвращаться в течение длительного периода времени. Как долго, не уточнялось. Сказать по правде, это как раз то, чего я хотела. Обвинял ли я ее за все это? И да, и нет. Вина не могла быть полностью взвалена на ее плечи. Я в свою очередь записал это и на свой счет. Сунул свой нос, не свои дела. Я больше не стал бы докручать в них своими секретами и тому подобным. Я так и знал о все, что мне нужно. Говорят, от разлуки любой горячей. Вторая неделя декабря. Ночь среды. Горангала-пингала. Я стоял перед моим зеркалом, облаченный безупречный смокинг с тремя разрезанными хвостиками на спине. Он был довольно облегающим. Я посмею заметить выгоди в нем весьма очаровательно. Но рядом не было вене, чтобы прокомментировать. Я выделил свой весь рост, опираясь на свои задние копыта. Дела улучшились. Фредерик, Харпо, Брасс Бьюти и я стояли на тех местах, на которых мы были в прошлом году. С теми же самыми надменными выражениями лиц. Вновь знать и высший класс контрлотов всю ночь на полет. Вновь декорации были красивые, но деликатесы миниатюрные. Были вандерболты. Были фэнси-пэнсы и флёр-де-лис. Хойти-тойти из фотофиниш. И Цезарь. И элементы гармонии тоже. Набитыми на игру копытами, мы играли наше музыкальное произведение вновь и вновь по кругу. И конечно, я не была бы самой собой, если бы мне не достала самая сложная часть произведения. Дежавю. Я молюсь, чтобы та самая пинка мина не заявилась сюда вновь, если галла в этом году будет такой же, как и в прошлом. В этом году, вместо светлого эстетичного дизайна прошлой галлы, атмосфера была более мрачной, подавленной, сочетающейся с цветами шкуры принцессы луны. Если бы только я была винила здесь. Я осеклась, помахнусь своим смычком. И быстро вновь встала в свою позицию, быть в шестом, что не задумываюсь и отвлекусь. Я работала. Не было времени думать о ней. Привет. Снаружи мое выражение лица не изменилось. Я продолжала играть, держась в свое сконцентрированное и раздраженное выражение лица. Внутри себя я визжала, как жеребенок. Она была тут. Она была тут. Потанцуем. Сверху поверну голову. Я подставил в сторону и обнаружил винил, стоящую в платье от реалити из бутика-карусель. О, и на ней даже были серьги. Здравствуй, винил. Сука сказала, я повторяю движение игре на инструменте. Где ты была? Брала перед их. Достала платье. Я это вижу. Итак, хочешь потанцевать? Прямо поздей кое-чего. Ой, не волнуйся. У меня есть диджей. Ты? Черт возьми, нет. Я буду совместить самок с твоими табасами. Давайте, поняши. Вы хотели тусовку? Так давайте же тусить. Воскликнул знакомый голос. Ох, пресыдая Дева Луна. Она тут, она тут, она тут. Мои глаза округлились. В гнойне ока диджейского станок оказалась на майке с саней с этим розовым чудищем запультом. Винни вытянул копыта передо мной. Могу ли я получить этот танец? Я обернулся назад и глянул на мою группу. Харп и Бьюти Брасс энергично кивали в широчайшем и лукоменных лицах. Фредерик закатил глаза и ухмылинулся. Я поставил свою виолончерь и спрыгнулся с сцены, поправляя пуговицы на костюме. Я сделал ее за копыта. Можешь. Привет всем, поняши. Время вызывать эту голову стилю Пинки Пай. Начиная с бодрого классического трека, специально для вас, богатенькие пони. Закричал Пинки Пай микрофон. Унеси меня на луну. Виннил и я расположились в центре танцала, держась друг за друга, стоя на задних ногах и глядя друг к другу глаза, раскачивая зад и вперед. Мы начали собирать толпу. Пони вокруг нас стали перешептываться. Но нам было не до этого. Мы были там одни. Я веду. Нет, я веду. Парировала я. Я ношу смокинг. И... Мы хихикнули. Наши лица сблизились. Тебе это нравится, не так ли? Что могу сказать? Я люблю внимание. Парабаром отталов винил. Кабала любки. Нагали. Тьфу ты, меня воротит. Мы игнорировали их всех. Это просто великолепно, не так ли? Поинтересовалось винил, спешивая улыбкой на лице. Я ответил улыбкой. Было нечего сказать. Внезапно винил перестал окачаться так быстро. Мы просто держали друг друга и дворе двигаясь. Вокти заколебал винил. Прости. Я вернул копыток в нее. За что? За... Все. Выживала она из себя. Я внезапно подалась вперед, отталкивая ее. Винил, ты бесишь. Я уже знаю, что тебе жаль. Тебе было жаль давным-давно-давно. А сейчас ты и давно вспоминаешь. Я знаю. Но я никогда не говорила этого. Лучшие извинения, те, которые ты никогда не должна говорить. Я замолкла, прижимая вновь к себе. Но... Но что? Ты думаешь, все получится? У нас, я имею в виду. А разве уже не получилось? Нет. Сказал я, без тени юмора. Я не могу жить твоей жизнью, винил. Эти приключения. Опасность. Я не могу больше заниматься всем этим. Один раз, да. Но не снова. Она ничего не сказала. Ты покончишь со своей должностью чистящика. Лона говорит, что я все еще наказана за сотни больших трюк. Ты покончила? Она замолчала на мгновение. Мы прекратили танцевать. Да. По правде? По правде. Клянешься? Да юбеньки крятву. И когда ты наконец наведешь порядок в кладовой? Я случайно укусил гранату, когда пыталась есть яблоко. Винил усмехнулась. Эй, ребята. Мы повернули головы и увидели Лиру с бонбон и Дёрпи Скайротоп, танцующих рядом с нами. Не возражайте, если мы присоединимся. Подвигнула Лира. Винил и я улыбнулись. Вот черти. Я была оскорблена еще до того, как это стало мейнстримом. Октавия, я требую, чтобы ты отошла от этой кобылы сию же минуту. Моя кровь застывала жилых призуки ее голоса. Моя мать и отец были здесь. Я сделала невообразимое. Я посылала Винил прямо тут, перед всеми этими пони. Это было подобно одному большому сообщению «легнитесь всем им». Громкий единодушный вздох всех увидевших. Под слой расставил все точки над «и». Я стал независимой кобылой. У меня было чувство, что они попытаются изолироваться от меня. Мы, Ритя, ничего бы ее не могли сказать. Я наблюдала, как моя мать, полная гнева, подспешно скрывает с моим отцом, ковыряющим позади. Без сожалений. Без сомнений, после этого маленького выкрутаса, его до существования в новостях чаще. Дерпи-гоус аплодировала. «Ей, кобылки!» Она схватила коротоп и подарила ей поцелуй. Оранжевая кобыла, оставшаяся красной яблоко, сказала, заикаясь. «Дерпи, я же говорил тебе, что любые парни!» «О, упс!» «Что происходит?» Раздался еще более громкий «Ах, как мы все опустились на колени при звуке ее голоса». Принцесса Селестия и принцесса Луна закончили приветствовать пони. Обе поведенцы с корресским вином подошли ближе. «Это твоя кобыла, Октавия?» Спросила Луна в сцене в конкурсах. «Черт бы ее побрал! Она прекрасно знала, что Венил была моей возлюбленной. Теперь она меня подставила перед фактом». «Эм, да», — прислалась я. «Венил моя кобыла. Удачи вам обоим!» Сказала Селестия, поднигивая. «Мы приняли ее погасновение». В этот момент музыка внезапно сменила ритм. Вздох. «Мы любим эту песню!» «Every day we're shuffling», — заявила Луна. «Без тени сомнений, это была принцесса Луна. К всеобщему шоку принцесса Селестия присоединилась к ней. Я думала, некоторые из более старших участников гала шлепнутся от сердечного приступа. Все пони стали неохотно танцевать. «Вот это гала!» Радостно воскликнуло видео. Это была памятная ночь. Мы лежали в постели в нашей старой квартире. Все еще в одежде. «А что же осталось с нашим маленьким проектом?» «Наш музыкальный проект», — сказал я. «О, наш микс классики и электро. Да, мы собирались соединить музыкальные жанры. А, я не знаю. Нам просто не удалось выкрасть времени на это. Ты все еще хочешь этим заняться?» «Чем?» «Делать музыку», — сказал я своим самым двусмысленным, знойным тоном. Это влетело ей в одно ухо, а через другое вылетело. «А, да, черт возьми, давай начнем. Где наш пустой нутный лист?» Я закрыл глаза, медленно сквознув под одеяло. «Окти, куда ты?» — спросил Виню. «Я думал, ты хотел, чтобы мы занялись музы...» «О-о-о! Вау!» А затем мы занялись музыкой. И это было очень, очень сексуально. Субтитры создавал DimaTorzok